Девушки отдыхают В половине пятого утра наши спутники обнаружили, что песчаная буря на Марсе приближается к базе программы ARES-3. Буря усилилась до высшей степени опасности. И нам пришлось свернуть программу. Но в ходе эвакуации астронавт Марк Вотни погиб. Я пишу это в Борджу-Днал для истории. Я Марк Вотни. И я еще жив. Да, как видите. У меня нет связи ни с землей, ни с ребятами по команде. А если б даже была, корабль доберется до меня лишь через четыре года. Жизненные ресурсы базы рассчитаны на 31 день. Короче, я в такой засаде, что остается только одно. Попробовать вылезти из этого дерьма с помощью науки. Итак, прикинем. Мне надо вырастить урожай на планете, где не растет ничего. Но если я не найду способ связаться с НАСА, все это будет бессмысленно. Хьюстон, внимание. Мы получили видеосообщение, адресованное экипажу. Включите. Вы видите это? Бог ты мой. Марк Вотни жив. Мы прилетим за тобой, Вотни. Ну, завидуй, Нил Адамстронг. Мы его бросили. Ну так летим за ним. НАСА запретило это делать. А значит, это не подчинение приказу. Если мы вовремя недополучим припасы, мы погибнем. Если мы не справимся с гравитационным маневром, мы погибнем. Это космос. Он не дружелюбен. И значит, обязательно в какой-то момент все пойдет наперекосяк. И ты скажешь, ну все. Мне конец. Есть ли вероятность, что он еще жив? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok